Здравствуйте, друзья! У нас вопрос довольно интересный Меняют ли иммигранты имена в Соединенных Штатах? И надо сказать, что меняют иногда, а иногда не меняют Это зависит от той культуры, из которой эти иммигранты приезжают Вот, например, из Индии люди, они очень держатся за свои имена Я думаю, что в имени там много чего важного есть с религиозной точки зрения И они имена не меняют Я абсолютно ничего не знаю там про буддизм Я могу сказать, что в иудаизме имя играет фундаментальную роль Поэтому не всегда люди хотят менять имена Но с другой стороны есть встречная тенденция Ты приезжаешь в другую страну, ты хочешь, чтобы тебе удобнее Чтобы людям, которые с тобой имеют дело, им было удобнее Поэтому есть одна тенденция, есть другая тенденция Например, люди, которые из Китая приезжают, из Вьетнама Они с удовольствием меняют имена И есть очень много смешных историй на эту тему Я вот помню, как один вьетнамец работал на стройке много-много лет Среди мексиканцев И получилось так, что когда он получал гражданство Он через 20 лет решил получить гражданство И ему сказали, что это хорошее время, чтобы имя поменять Потому что не надо в суд ходить и решение суда потом где-то реализовывать А просто прямо в процессе можно Это действительно самое лучшее время для того, чтобы поменять имя Это когда ты получаешь гражданство Ну и ему понравилась идея Ему говорят, будешь как все, ему понравилось И он там оказался Саньки Гонзалесом или типа этого У него стало испанское, латинское имя Потому что он был в этой среде Поэтому люди меняют имена легко Кроме того, есть еще такое Вы можете имя Есть такое понятие Элиас То есть, ну как бы, заменитель такой Да, вы можете иметь десяток Элиасов То есть, известен так же, как вот там, допустим Скажем, Миша Портнов, известный как Майкл Там Портнов, известный как Микейл Портнов И еще что-то Еще там 10 всяких имен И я могу в одном месте так, в другом месте так И это нормально То есть, когда вы заполняете всякие там формы, заявления И так далее Они говорят И давай, как тебя там Вот так, хорошо По документам ты вот так И давай все свои Элиасы Под которыми тебя там могли знать Там где-то, там и там И это нормально У нас был парень, вот квартиру снимал У него на визитке был написан Пеппермент И жена ему говорит, что тебя так зовут, что ли? Мама с папой так назвали Он, нет, говорит, просто имя прикольное Вот я, говорит, там на карточке пишу Меня так зовут В этом смысле отношение очень легкое и свободное То есть, вы можете в резюме написать, что вас зовут Джон Смит А когда вам дадут уже предложение работы И вы будете заполнять реально форму Там, где вас проверять будут И так далее Там напишите все, что есть Напишите там Also known as John Smith Пожалуйста Вот, но люди Многие люди охотно меняют Просто, чтобы сделать это удобным Бывают времена, когда людям приходилось Бывали времена, когда людям приходилось Менять там даже вероисповедание Чтобы как-то удобней было Вот, допустим, там немцы в России Принимали православие А были до этого лютеранами Кем-то они еще были Или вот, допустим Папа Карла Маркса Когда Карлу Марксу было 3 года И от рождения Карл Маркс Его звали Мордыхай Но когда папе Когда Марксу было 3 года Папа, будучи адвокатом Он как бы боролся за немецкую клиентуру И ему так хотелось Как-то звучать Так более Ну не только звучать Но и общаться и так далее И вот он, пожалуйста Он принял христианство И вот, соответственно Там Марксу Мордыхай стал Карлом И на всю жизнь остался антисемитом При этом еще тоже успел Как-то набрался Поэтому Сейчас проще Сейчас не надо менять вероисповедание Можно его вообще не иметь А достаточно просто поменять имя Если ты хочешь Но не то, чтобы это как-то фундаментально На что-то влияло То есть По документам вы можете быть кем угодно А там где-то вот На поверхности Вы можете иметь там Несколько разных имен Я могу быть Мигелом Там для испанцев Там Мишелем Там, я не знаю для кого Для немцев и так далее Счастливо!